Почти 150 миллионов рублей дополнительно получили в этом году Кимры. Деньги были выделены на ремонт дорог, внутридомовых территорий, благоустройство. Целью очередного парламентского дня стал осмотр объектов и контроль за тем, как расходуются выделенные из областного бюджета деньги. Такого масштабного ремонта дорог в Кимрах не было никогда. Во всяком случае, так уверяют жители. Вместо прежнего латания дыр полностью новое покрытие в комплексе с бордюрами и тротуарами. Понятно, что во время остановок на объектах участники парламентского дня слышали от людей только позитивные отзывы. Здесь у нас образовательная организация, это педагоги, это родители. Мы здесь живем и ходим. Естественно, общественная контроль, ну, каждый день в течение всего дня. И нареканий, по крайней мере, от нашего населения мы не видим. Самые масштабные работы на одной из самых больших и загруженных улиц Урицкого. Проезжая часть уже готова, работы ведутся на тротуарах. Точнее, тротуары делают, раньше их там просто не было. Что самое главное по этой улице сделано, то для жителей это большой плюс и пожелание. Тротуары, когда мамы могут пройти с колясками, с детьми, старушки могут пройти, не боясь, что там навстречу движущемуся транспорту. То есть вот впервые за столько лет на улице Урицкой сделаются тротуары. Приведены в порядок дороги в отдаленные микрорайоны, которые после работ оказались не такими уже отдаленными. Я сам ходил как депутат в комиссии по приемке. Сделано на совесть. Принципиально подходили к всему, что здесь происходило. Делали вырубки, сдавали на экспертизы. Не стыдно за то, что сделали. И слава богу, раньше даже такси не ездили в наш бедный южный поселок. Сейчас все это решилось. И дай бог, это только начало развития нашего города. В рамках программы «Современная городская среда» большие работы идут на набережной гавани. Вместе слияние реки Киморка и Волга. На заброшенной по сути территории планируется сделать парк, детские площадки, прогулочную зону. Не остались без внимания дворы многоэтажек. Работы практически на всех объектах уже в финальной стадии. Это подливневка. Посмотрим, как ее будут устанавливать. Нужно сделать грамотно, чтобы вода стекала, правильно? Чтобы отвод был. Поэтому все ждут. И жители, конечно, все ждут. Смотрят, всем интересно, все довольны. Но ждут окончания работы, чтобы уже оценить, как говорится, результат. Еще один объект, который посетили депутаты, к дорогам отношения не имел. Но был не менее долгожданным и значимым. 15 лет в школе номер 14 своего ремонта ждал спортивный зал. Последние годы спортзала не было по сути. Ученики вынуждены были заниматься в других школах. В этом году на ремонт выделено почти 11 миллионов рублей. Такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, у нас были в запустении. И, конечно, это знаменательно праздничное событие, что у нас будет новый зал. Мы с нетерпением этого ждем. Депутаты контролируют все по полным контролям депутатского корпуса. Огромную благодарность хотели выразить губернатору и областному правительству за выделение денег. Надеемся, что в дальнейшем также школа будет участвовать в новых программах. Будет отремонтирован фасад, окна. В финале парламентского дня традиционная встреча с ветеранами, представители общественных организаций. Живое общение. Председатели, депутаты старались ответить на все вопросы. Впрочем, на протяжении всего мероприятия на всех объектах звучала тема парламентского и общественного контроля. Подводя итоги, Сергей Голубев назвал это одной из главных задач парламентского дня. Каким образом общественность и местные депутаты принимают участие в контроле над объектами, которые сейчас в Кибрах делаются? Огромные объемы. Действительно, областной бюджет выделил очень серьезные средства. Порядка 150 миллионов рублей, если иметь в виду и дворовые территории, и ремонт дорог. И то, что касается сферы образования, я хочу сказать, что действительно эта система работает, что общественность очень активна. И спасибо и жителям, потому что они очень заинтересованно относятся к тем ремонтам, которые проходят. И для нас это очень важно, чтобы общественность участвовала во всех этих зелах. То есть с точки зрения качества и с точки зрения участия депутатского корпуса в контроле над объектами, и благоустройства, все здесь в Кибрах выглядит очень хорошо, на мой взгляд. Парламентский день, как новая форма работы депутатов, уже доказал свою состоятельность. Следующее подобное мероприятие планируется провести в Торопецком районе.